Битва за Пелелию. Высадка на Палау. Остров Пелелию в архипелаге Палау занимал важное стратегическое положение, и для того, чтобы начать подготовку к высадке на Филиппинах и Окинаве, американским войскам было необходимо его захватить. В начале 1944 года генералу Дугласу МакАртуру удалось отстоять свой план войны на Тихом океане, и первоочередной целью были признаны Филиппины. В связи с этим было принято решение высадить десант на острове Пелелию, после чего разместить там одну из передовых баз американских сил вторжения. Для проведения операции были выделены войска из состава 3-го амфибийного корпуса. Непосредственное руководство ею было поручено командиру 1-й дивизии морской пехоты генерал-майору Уильяму Руперцу. Оборону Пелелию осуществляли части 14-й пехотной дивизии около 5 тысяч человек, усиленные местными и рабочими частями. Позже американцы объявили, что остров обороняло около 11 тысяч человек, поскольку именно столько они убили японцев. За время оккупации острова японцы хорошо его укрепили, воспользовавшись особенностями местности, прежде всего многочисленными пещерами. На предварительном этапе в район островов были высланы 9 подводных лодок, которым был поручен сбор необходимой информации. Операция, получившая кодовое название «Безвыходное положение 2», предполагала высадку массированного десанта на юго-западной оконечности острова, поскольку отсюда было ближе до важнейшего стратегического пункта – аэродрома. На северном участке зоны высадки десантировался 1-й полк морской пехоты с 15 танками «Шерман». В центре – 5-й полк морской пехоты с 9 шерманами. На южном участке – 7-й полк морской пехоты с 6 шерманами. 5-й полк должен был прорвать позиции противника и выйти на восточный берег, разрезав остров пополам, а остальные – прикрывать его с флангов и уничтожить разделенные группировки противника. Начиная с 31 августа ВВС США начали серию налетов на близлежащие аэродромы. Это должно было гарантировать, что ни японский флот, ни японская авиация не смогут поддержать гарнизон. Параллельно 10 сентября мощная американская морская группировка обстреляла острова Белелиу и Ангуар. 12 сентября началось уничтожение подводных заграждений отрядами боевых пловцов. 15 сентября 1944 года в 7 часов 30 минут американские транспорты подошли к берегам Белелиу. Под прикрытием авиации и дымовой завесы морские пехотинцы высадились на берег около 9.30. Вскоре оказалось, что молчание японцев в предыдущие дни было не следствием их слабости, а военной хитростью. На берегу морские пехотинцы оказались под плодным огнем японских пулеметов и артиллерии. Из строя были выведены все средства связи. Кроме того, выяснилось, что берег в зоне высадки заминирован и прикрыт хорошо замаскированными дотами. Тем не менее, предпринятая японцами попытка контратаки под прикрытием 17 танков Хаго провалилась. Американцы понесли большие потери, на которые они не рассчитывали. Но к концу 15 сентября им все же удалось закрепиться на берегу и образовать плацдарм протяженностью около 3 километров и глубиной 450-500 метров. В принципе, исход сражения был решен на следующий день, 16 сентября. Морские пехотинцы 5-го полка захватили аэродром, а 7-й полк прорвался к восточному, после чего захватил южную часть острова. Кроме того, американцы обладали абсолютным превосходством в воздухе, особенно когда на аэродром Пилелио было переброшено 11 групп морской авиации. Руперте доложил командованию, что он завершит очистку острова от японцев в течение ближайших дней. Однако сломить сопротивление японцев оказалось не так просто. Даже при том, что американцы стали широко применять напалм, японцы ожесточенно сражались, удерживая свои позиции. Потери морских пехотинцев росли и к 23 сентября достигли 60% от первоначальной численности. 23 сентября американцы заняли все соседние острова, полностью блокировав Пилелио. Теперь японцы уже не могли получить подкрепление с других островов Палао. Оставшееся время прошло для американских войск в упорной и большей частью безуспешных штурмах японских позиций на кряже Кровавый Нос. 12 октября американское командование поспешило объявить о завершении захвата острова, а 15 октября морских пехотинцев заменили частями 81-й пехотной дивизии. Лишь 24 ноября комендант острова полковник Накагава признал, сопротивление бесполезно и покончил с собой. 27 ноября операция по зачистке Пилелио действительно закончилась, хотя отряд лейтенанта Ямагути сдался только в марте 47-го года. В боях за Пилелио американцы потеряли 1656 человек убитыми и 7959 ранеными, японцы 10695 убитыми и 202 плененными. Из воспоминаний Юджина Следжа, капрала 1-й дивизии морской пехоты США. Меня пробивал холодный пот и напряжение росло вместе с интенсивностью артиллерийского огня. Мой желудок скрутило в узел, в горле застрял комок, и я с большим трудом мог сглотнуть. Мои колени едва не подламывались, так что я цеплялся ослабшими руками за борт транспортера. Я ощущал головокружение и боялся, что мой мочевой пузырь того и гляди самопроизвольно опустошится и выдаст всем, что я трус. Но бойцы вокруг меня, похоже, чувствовали себя точно так же, как и я. Наконец, с чувством фаталистического облегчения, смешанного со вспышкой гнева на флотского офицера, который был командиром нашей волны, я увидел, как он машет флагом в сторону берега. Наш водитель прибавил оборотов. Гусеницы вспенили воду, и мы, вторая волна, двинулись к острову. Мы двигались вперед, наблюдая устрашающее зрелище. Огромные гейзеры воды вырастали вокруг нас. Берег по всей длине превратился в сплошную полосу огня на фоне стены густого дыма. Казалось, что посреди моря извергается огромный вулкан, и мы не направляемся к острову, а нас затягивает водоворот пылающей бездны. Многим суждено было исчезнуть там навсегда. Лейтенант передернулся и вытащил полупинтовую бутылочку виски. «Вот оно, парни!» – закричал он. «Прямо как в кино!» Происходящее казалось нереальным. Он протянул бутылочку мне. Я отказался. В тех условиях мне хватило бы понюхать пробку, чтобы отключиться. Он сделал длинный глоток из бутылки, и еще пара человек сделало то же самое. Внезапно крупный снаряд разорвался рядом. Все вокруг сотряслось, и огромный фонтан воды взметнулся вверх чуть правее перед нами. Он едва не попал в нас. Двигатель заглох. Носовую часть транспортера качнула влево и ударила об корму другого амтрака, который либо заглок, либо был подбит. Я так никогда и не узнал, в чем было дело. Мы стояли с заглохшим двигателем, плавая на поверхности воды в течение нескольких кошмарных минут. Мы стали такими сидящими утками для вражеских стрелков. Я поглядел вперед через люк за спиной водителя. Он яростно бился с рычагами управления. Японские снаряды завывали в воздухе и рвались повсюду вокруг нас. Сержант Джонни Мармет наклонился к водителю. И что-то ему прокричал. Что бы это ни было, но слова, похоже, успокоили водителя. Потому что ему удалось завести мотор. Мы снова двинулись вперед посреди фонтанов от разрывающихся снарядов. Наша артподготовка начала отодвигаться от побережья и перемещаться вглубь острова. Наши пикирующие бомбардировщики тоже перемещались глубже, обстреливая остров и сбрасывая бомбы. Японцы усилили свой огонь против волн амтраков. Сквозь шум я мог различить зловещий звук снарядных осколков, гудящих и воющих в воздухе. Наш амтрак выехал из воды и проехал несколько ярдов по пологому песчаному берегу. «Покинуть машину!» – закричал сержант за несколько секунд до того, как машина качнулась и встала. Бойцы повалили через борта настолько быстро, насколько могли. Я последовал за снафу, забрался наверх и устойчиво встал обеими ногами на левый борт, чтобы прыгнуть как можно дальше. В это мгновение пулеметная очередь с раскаленным дебилат трассерами пронеслась в воздухе на уровне глаз, едва не задев моего лица. Я одернул голову, как черепаха, потерял равновесие и неуклюже свалился на песок с путаным комом из снарядной сумки, рюкзака, противогаза, подсумков и гремящих фляг. «Уходить с берега! Уходить с берега!» – крутилось у меня в голове. Я не мог дотянуться до своего кабора. К счастью, потому что когда я поднял лицо из песка и поглядел вверх, то увидел встревоженное лицо склонившегося надо мной морпеха. Он думал, что пулеметная очередь задела меня и подполз посмотреть. Увидев, что я цел, он повернулся и быстро пополз прочь с берега. Я поспешил за ним. Вокруг повсюду рвались снаряды. Осколки проносились жужжанием, ударяясь об песок и шлепаясь в воду в нескольких ярдах позади нас. Японцы оправлялись после шока от нашей артподготовки. Их пулеметный и ружейный огонь усиливался, и все громче звучали злобные щелчки пуль над головой. Наш амтрак развернулся и поехал назад, когда я добрался до края песчаного берега и растянулся на земле. Мир превратился в ночной кошмар из вспышек, оглушительных взрывов и щелкающих пуль. Почти все, что я видел, было размыто. Разум оцепенел от шока. Друзья, всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, будет ли вам интересно увидеть продолжение этого события. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok